На Экибастузской ГРС-1 имени Булата Нуржанова завершилась реконструкция второго энергоблока. За счет этого станция увеличила выработку электроэнергии сразу на 7%. Таким образом, предприятие объявило об окончании комплексной программы модернизации электростанции, которая началась в 2005 году. Подробнее об этом в нашем сюжете. Реконструкция второго энергоблока обошлась предприятию в более чем 61 миллиард тенге. Он стал особенным лишь потому, что имеет уникальную турбину. Ее специально разрабатывали для Экибастузской электростанции, учитывая все экономические параметры. По экономическим показателям он намного превосходит предыдущие блоки. При одних и тех же затратах топлива можно выработать на 7% больше электроэнергии, чем на тех блоках. Это достигается за счет более экономичного применения оборудования, систем управления, контроля. Второй энергоблок не имеет аналогов в СНГ. Он оснащен передовым оборудованием и системой контроля. По мнению машиниста Анатолия Камнева, работать после реконструкции стало намного проще. Повысилась надежность блоков. Раньше, если вы были на станции, то компьютеров не было, все в ручном режиме работало. Сейчас можно, не отходя с кресла, видеть все параметры работы блока. Раньше такого не было. Чтобы заполнить ведомость, надо было полублочного обойти, что тоже сказывалось на режиме котла. За время модернизации удалось реконструировать 7 энергоблоков. Четыре из них сейчас работают постоянно. В общей сложности они вырабатывают 2000 мегаватт электроэнергии в сутки. Еще одно преимущество модернизации – это открытое распределительное устройство. Оно позволяет обеспечивать работу энергоблоков независимо друг от друга. Это с целью того, что разделили спаренные блоки. У нас было 5-й, 6-й и 7-й, 8-й. Они были спарены из-за того, что если вдруг 5-й отключался, и отключался 6-й блок. Сейчас они независимы от друг друга, потому что их распарили в связи с этим. И этот 500-киловольтный кабель аналогов в СНГ нет. Экибастурская ГРЭС-1, имея в наличии 8 энергоблоков, сегодня вырабатывает 15% электроэнергии в Казахстане. Энергия также поставляется в Российскую Федерацию. Сейчас руководство станции вынашивает планы восстановить проектную мощность блока номер 1. А в случае необходимости готовы начать строительство 9-го и 10-го энергоблоков. Ербулавишев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий. Из Павлодарской области. Хабар, 24.